Добрый день! Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей и слушателей на православном портале экзегит. Вот один из таких вопросов сформулирован следующим образом. Полезно ли христианам знать о демонических иерархиях? Ну, не вполне уверен в том, что именно вкладывает в свой вопрос человек, который его прислал, но тем не менее отвечу хотя бы в общих чертах. Дело в том, что вообще, конечно, любое внимание христианина к миру демоническому является опасным и должно быть очень, так сказать, разумно, четко и жестко лимитировано. Ни в коем случае недопустимо проявление какого-то праздного интереса к этой области. Поэтому здесь нужно разделить этот вопрос все-таки на некоторые такие смысловые части. Что значит полезно ли христианам знать о демонических иерархиях? Во-первых, знать что и каким именно христианам? Ну, человеку вообще в принципе полезно знать то, что является необходимым для него в именно тот момент жизни и в той жизненной ситуации, в которой он оказывается. Излишнее знание, особенно когда человек не готов к его восприятию, может сказаться на нем пагубно, может сказаться самым вредным на нем образом. Примером, чему являются наши с вами предки Адам и Ева, которые, познав зло, оказались подвержены ему, поскольку не имели в своей душе против него защиты. Точно такая же опасность существует и для тех, кто стремится к познанию вот какой-то такой вот темной стороны этого мира, темной стороны мира духовного. Это познание должно быть продиктовано именно, ну, какой-то существующей необходимостью. Православный христианин познает демоническую иерархию, познает демонический мир единственным, законным и доступным до него образом, образом собственного духовного подвига. Духовная иерархия нечистых духов — это иерархия человеческих страстей. Возьмите лестницу преподобного Анны Лесточника, и в ней вы познакомитесь и с лестницей добродетели и с противоположной им лестницей с иерархией демонических сил. Возьмите предание о мытарствах блаженной Феодоры, да, учения православной церкви о посмертных мытарствах, которое изложено в текстах, являющихся приложением к житию преподобного Василия Нового, византийского святого десятого века, девятого, и который через своих учеников открыл миру некоторые такие тайны и о страшном суде Христовом, и о частном суде, проявляющемся в мытарствах. Собственно говоря, вот эта иерархия вполне выложена в схеме вот из этих двадцати мытарств, которые проходит человеческая душа по мере своего постепенного восхождения к небу после разлучения с телом, да. О демонической иерархии нам нужно знать в первую очередь лишь то, что демоны являются выразителями определенных страстей, греховные энергии которых они подпитывают свои жизненные силы, свою жизненную деятельность. И не имея сами тела для того, чтобы совершать это служение, они вовлекают в служение этим грехам и страстям тех людей, которые согласились покориться их желаниям и их властью. Вот и по мере, так сказать, погружения человека в страсти и по мере освобождения его от них, для него становится очевидным существование вот этой духовной демонической иерархии. Постепенно он ведет свою борьбу по освобождению от страстей и с представителями этой иерархии сталкивается. Вначале борется со страстями грубыми, плотскими, телесными, затем переходит к более тонким духовным страстям, среди которых гордыня, тщеславие. Ну и, наконец, доходят до победы над такими тяжелейшими духами зла, как дух уныния, дух отчаяния. Все это разные ступени и разные проявления демонической иерархии. Есть действительно демоны более лютые, более злобные и служащие более, так сказать, тяжким страстям и более тяжким грехам. И познание их — это единственное познание практическое, познание, связанное с освобождением от их властью собственной душе. Какие-то мудрование в духе карт Таро о том, что вот существуют такие-то чины, такие-то имена демонов, и можно каким-то образом поставить их себе на службу, заставить выполнять какие-то свои желания или, так сказать, разбираться в каких-то тонкостях этих бесовских имен, в основном подчеркнутых из сочинений апокрифических, а то и откровенно отреченных, то есть оккультных. Это все, конечно, не является для православного христианина законным путем постижения знакомства с демонической иерархией. Никакой пользы, как правило, это человеку не приносит. Некоторые деятели православной церкви, такие, ну, сомнительные, скажем так, деятельности оправдывают подобное знакомство практиками экзорцизма, отчиток, тем, что нужно вот разбираться, знать, так сказать, вот об этих каких-то иерархиях и имнять себя обладателями каких-то вот этих тайных знаний. Но боюсь, что их может постигнуть та же участь, что и тех семерых сыновей первосвященника Скевы, которые занимались заклинательством нечистых духов, благодаря, так сказать, их книжной оккультной премудрости, которую почерпали в апокрифическом и оккультном опыте современных им сомнительных иудейских практик. Однако услышали от нечистого духа слова о том, что Павла он знает, и Христос ему также известен, а вот этих семерых заклинателей он знать не знает. Вот. Вот боюсь, что и подобный же суетный, праздный, даже оправдываемый каким-то сторонними причинами интерес, может привести к большому вреду для человека. Вообще, во всем, что касается демонических сил, человеку необходимо, христианину, необходимо соблюдать, конечно, известную осторожность. Это мир, который не прощает дерзости в свой адрес, превозношение. Необходимо следить даже за своими словами и выражениями. Например, если вы начнете даже просто там поносить сатану или нечистых духов, не имея духовных сил, не имея собственного духовного приспияния, не имея собственной святости, но, так сказать, просто ориентируясь на то, как это делали святые или преуспевшие подвижники православной церкви, вы можете получить и поднести достаточно тяжелые скорби за свою дерзость, за свое превозношение, за то, что вы не соотносите собственную значимость, собственное значение и собственные силы с реальным окружающим вас духовным миром. В свое время подобную скорбь и тяжкую скорбь потерпел, например, Николай Матавилов, знаменитый служка преподобного Серафима. Однажды, слушая рассказ преподобного Серафима Саровского о том, как преподобный тысячу дней и ночей пребывал в своем великом титаническом борении в молитве на камне с духами злобы поднебесной, Николай Александрович Матавилов в таком юношеском порыве воскликнул, а как бы хотелось и мне побороться с нечистыми духами. На что преподобный Серафим тут же загрозил его уста и изрек такое предостерегающее слово о том, что остерегитесь ваше боголюбие. Разве вы не знаете, что даже самый малейший из бесов обладает такой властью, что может одним своим когтем уничтожить всю землю, но только лишь всемогущество Божие не позволяет ему сделать того. И то есть всячески предостерег Николая Матавилова свою служку от вот такой вот необдуманной горячности в выражении своих вот желаний и намерений, может быть и благочестивых, но основанных на самобнении и гордыне. И надо сказать, что лукавый и нечистый дух не забыл вот этой неуместной ревности и припомнил ее Николай Александровичу, когда уже после смерти преподобного Серафима он собирал сведения о детстве, юности, первых каких-то годах молодости преподобного, он однажды наткнулся на одно свидетельство, в котором женщина, подвергшая себе снованию, описывала и свою скорбь, и то, как она была исцелена преподобным. И вот, читая это свидетельство, Матавилов воскликнул с некоторым таким тоже самомнением, самонадеянностью. Ха, посмотрел бы я, как войдет в меня бес, если я еженедельно причащаюсь святых христовых тайн. В ту же минуту его окутало некое такое темное облако мерзкое, и как бы он не пытался сопротивляться, оно через рот проникло внутрь него, и в течение долгих 30 лет служка преподобного Серафима продолжала оставаться тяжело одержимым человеком. Неделю его мучения, как мы знаем, были невыносимы, очень тяжелые. Он три дня испытывал адский жар, потом три дня адский холод, и одни сутки был мучен адским червем. Потом явился преподобный Серафим и несколько, так сказать, освободил от такой вот тяжести этих мучений, но предрек, что окончательное освобождение от своего недуга Мотовилов получит уже во время прославления святителя Тихона Задонского, которое совершилось в 1864 году, спустя 30 лет после этих событий. И в течение 30 лет Николай Александрович Мотовилов вынужден был смиряться, нести вот этот крест, недуга беснования, одержимости. Однако крест этот являлся для него спасительным, для того, чтобы обуздать его такую горячность, самонадеянность и такое, может быть, какое-то излишнее тщеславие, которым страдала его душа и путем таких вот тяжких испытаний, искушений, соделать его достойным, готовым того райского боженства, которое было уготовлено ему рядом с его наставником, учителем, преподобным Серафимом Саровским. Вот это такое очень нам важное напоминание о том, что нельзя самонадеянно вторгаться в те области духовные, которые закрыты от нашего непосредственного видения, нашего непосредственного внимания. И любая подобная попытка проникнуть в них должна быть вызвана либо какой-то серьезной, действительно весомой причиной, вызванной непосредственно самой жизнью христианина, его духовным подвигом. Ну и в таком случае ему требуется внимание духовника, духовное руководство, потому что мы знаем, что великие подвижники оказывались обмануты дьяволом и падали на своем пути, подвергаясь возможным обольщениям и скорбям. Ну и для нас полезнее идти путем смирения и ни в коем случае не, как бы этого нам порою не хотелось, какой бы мы не чувствовали внутренний зуд, влекущий нас каким-то таким необычайностям и чудесностям, избегать вот этого темного влияния на нашу душу, которая непосредственно и обязательно будет на нее оказана в случае вот такого праздного любопытства и интереса к темной духовной стороне духовного мира и к приобретению тех познаний, на которые мы не имеем благословения божественного. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.